Здравствуйте, Саидат Сапараливна. Безмерно рада видеть вас сегодня у нас в гостях в преддверии вашего профессионального праздника. Позвольте поздравить вас с Днём Учителя. Я желаю вам всех благ. И хочу начать наш разговор, нашу беседу с того, что вы 35 лет уже в педагогике, 8 лет из них вы директор школы. Но я знаю, что ваш педагогический путь начинался с сельхозинститута. Каким образом вот этот переход произошел в педагогику? И главное, почему? Здравствуйте, Белла. Ну да, 35 лет педагогического стажа. Путь, конечно, у меня, наверное, интересный. Я поступала изначально в Ставропольский сельскохозяйственный институт. Прежде чем я когда собиралась поступать, мой учитель математики предлагал мне поступать в Дагестанский государственный университет на учителя физики математики. То есть он, наверное, видел во мне знания математики, учителя, наверное. Но я решила уйти в сельское хозяйство. Отучилась 5 лет. И тогда были времена такие, 89-й год, когда давали направление в СУЗы работать. И я попала в Кавказский совхозтехникум. Это был аграрный техникум. И я туда приехала работать преподавателем специальных дисциплин. И тогда нужно было отрабатывать. Нам давали подъемные, как молодым специалистам. Потом предоставили мне квартиру полуторку. Должны были отработать и с мужем вместе уехать. Ну и так случилось, что вот 35 лет мы живем в поселке Кавказске. В техникуме я отработала 26 с лишним лет. И потом, когда техникум закрылся, к сожалению, ну вот я оказалась в школе. Между техникумом и школой я работала в управлении образования администрации Прикубанского района. Хусейн Магомедович, джангетли волсун, глава района. Ну, во мне, может быть, руководителя видел или учителя. И он, даже не могу сказать, предложил. Он написал приказ и назначил меня директором Кавказской школы. Вот я 8 лет работаю в школе. Скажите честно, что вам больше нравится, преподавать или руководить? Вы знаете, очень сложный вопрос. Когда ты работаешь руководителем, ты просто эту работу делаешь. Потому что эту работу надо делать. Делать нужно, наверное, хорошо. Но в душе ты всегда остаёшься учителем. Потому что я думаю, что это всё-таки учителя мои во мне видели учителя. И так судьба распорядилась. Я ушла в педагогику. Я люблю свою работу. Я люблю быть учителем. Я люблю детей. У меня дополнительное образование, переподготовку я проходила. Педагог-психолог. Конечно же, я люблю работать с детьми. Сойдётся параллельно. Ни для кого не секрет, что ваша школа имени Героя Старикова, посёлка Кавказский, считается одной из лучших не только в районе Прикубанском, но и во всей республике. Первая часть моего вопроса. Чем вы особо гордитесь? И второе. Вы часто проводите различные мероприятия на базе вашей школы. Вы часто куда-то выезжаете с коллективом, сами на мастер-классы, на форумы. Были в Артеке. Я знаю, вы тогда приходили к нам, рассказывали о своих впечатлениях. Что даёт участие педагогов в таких мероприятиях? Спасибо большое за вопрос. Спасибо большое за высокую оценку. Одна из больших школ Прикубанского района, мы считаем, что мы на хорошем, наверное, счету. Мы гордимся своими выпускниками. Если вот даже говорить последние годы, прошлый год, этот выпуск, потому что мы видим результат своего труда. У нас вот 7-8 выпускников ежегодно получают золотые медали, получают аттестаты с отличием. И поступают, наверное, в лучшие вузы страны. Вот в этом году у нас дети поступили в Санкт-Петербург, 3 выпускника. 2 выпускника у нас в Краснодаре, 1 выпускник у нас в Ростове, 1 выпускница у нас в Астрахани. Есть, конечно, и в Черкесске наши учатся. Поэтому результат своего труда видим. И самое главное, что в результате они становятся хорошими специалистами. И в большинстве своем они все возвращаются в республику. Мы являемся центром по патриотическому воспитанию обучающихся Прикубанского муниципального района. На базе нашей школы проводятся все мероприятия, посвященные именно патриотическому воспитанию. У нас в школе и в других школах есть специализированные классы. Это пограничные направленности, это классы МВД, это классы МЧС. Конечно же, эти классы подстегивают детей к обучению, к воспитанию, наверное. Они очень организованы. И в будущем они выбирают именно те предметы, которые пригодятся им по какой-то, по той или другой профессии. Например, если это класс МВД, они выбирают общество знания, история, сдают углубленно, изучают эти предметы, сдают эти предметы при сдаче ЕГЭ. И, конечно же, когда они поступают в определенные вузы, это им очень хорошо помогает. На базе нашей школы проводится очень много районных мероприятий. Это мы пока не были закрыты, но через год, я думаю, что мы все вернемся. Проводятся мероприятия. Так случилось, что в прошлом году нас направило Министерство образования и науки Карачаева-Черкесской республики в Международный детский центр «Артек». Мы туда ездили я, директор школы, заместитель директора по воспитательной работе и советник по воспитанию. Мы там были в роли учеников, мы были в роли детей, у нас были вожатые, которые в 2-3 раза моложе нас. И окунуться именно в эту атмосферу, узнать все изнутри и какими глазами на нас могут смотреть дети, это было очень интересно. По приезде оттуда мы провели свое мероприятие республиканского уровня. К нам приезжали советники из других школ и даже из других районов. Мы делились опытом, рассказывали, как и что, и как нужно работать с детьми именно в современных условиях. Современные дети, они другие. И чем больше по возрасту мы от них отдаляемся, тем может быть сложнее их понимать. А именно вот эти мероприятия дают нам шанс глубже узнать наших детей, ближе с ними познакомиться и эффективно построить свою работу. Насколько я знаю, сейчас ваша школа закрыта на капремонт. Куда вы переместились? И как это отразилось на вашей работе? Школа находится на капитальном ремонте с января 2024 года. Мы переехали в четыре учреждения, которые находятся у нас же в поселке. Начальная школа у нас учится на базе детского сада «Улыбка». Другая школа с пятого по восьмой класс. Мы находимся в здании «Ростелекомпочта» тоже в поселке Кавказский. Девятые классы у нас учатся на базе Центра детского творчества. Десятый и одиннадцатый класс у нас учатся в музыкальной школе. То есть никуда уезжать не надо? Слава Богу, решили вопрос администрации района. Нам в этом очень хорошо помогло. Управление образования в этом вопросе нам хорошо помогли. Мы никуда не ездим. Дети находятся в поселке. Но чуть-чуть, наверное, сложновато учителям, потому что у нас перемены 15 минут. И за эти 15 минут учителя должны перемещаться из одного временного места учения детей в другое место. Ну, потихоньку получается, уже почти полгода мы привыкли. Планируется заканчивать ремонт в конце августа 25-го года. С 1 сентября 25-го года даст Бог, что всё будет хорошо. Мы будем обучаться в своей новой красивой школе. Мне бы хотелось, знаете, что узнать о вашей философии преподавания. Философия воспитания, она у всех, наверное, разная. Моя философия – это любовь к детям и любовь к профессии. Самое главное, если ты любишь детей, ты всегда с ними найдёшь общий язык. А если ты любишь детей, ты в этой профессии, значит, ты правильно выбрал профессию. С 1 сентября 25-го года. В этот же день у нас проводятся разговоры о важном. По четвергам мы проводим, у нас есть классные часы «Россия, мои горизонты». То есть сегодня на воспитательную работу уделяется очень много времени. И самое главное, чтобы с детьми близко контактировали, работали классные руководители. С ними должны работать советник по воспитанию и заместитель директора по воспитанию. И самое главное, наверное, сегодня – это найти правильный контакт с родителями. Родители наших детей, мы всегда в них находим и видим и чувствуем поддержку. Может быть, это из-за того, что это не городская школа, а сельская школа. И сегодня родители – это те выпускники, которые когда-то у нас учились в техникуме. Это мы живем компактно в одном населенном пункте. Вот даже когда касались вопросы переезда и так далее, вот очень сложный вопрос был. Мы зимой переезжали. Все, во всех вопросах 100% нас поддерживали родители. Если родитель, ученик, учитель работают вместе, только тогда будет результат. Я считаю, что результат у нас именно в этом заключается – ученик, учитель, родитель. На ваш профессиональный взгляд, какими качествами в первую очередь должен обладать педагог? Самое главное в учителе – это любовь к детям и доброта. Потому что доброта, если не веет от учителя, он не может быть учителем. Дети очень тонко чувствуют учителя. Они даже чувствуют, если настроения нету, по глазам, по взгляду. Самое главное, чтобы учитель был квалифицированным специалистом, любовь к детям и добрым. Так вы не строили учителя? Вы не кричите? Честно расскажите. Я не люблю кричать, но разговариваю все время. Могу, конечно, и крепко сказать. Но мне всегда дети говорят, мы понимаем по вашему взгляду, что вы недовольны нашим поведением. Это, наверное, тоже дорогого стоит. Значит, они внимательно смотрят на меня, как я к ним обращаюсь. И даже по взгляду они определяют, что что-то не так, что-то нужно исправить, что-то мы не доделали. Средица Паралина, какой бы совет вы дали тем людям, которые хотят стать педагогами, учителями? К чему они должны быть готовы и что они должны знать? На сегодняшний день в вузы и среднее специальное учебное заведение, связанное с педагогикой, поступали дети, выпускники не по остаточному принципу, а чтобы действительно, по-настоящему они любили эту профессию. Наверное, эту любовь нужно прививать в школе. Вот у нас есть такие выпускники, которые на следующий год планируют поступать в педагогический вуз. Это осознанно. Это в семье есть бабушка-педагог, мама-учитель. И ребенок, конечно, выбирает эту профессию. То есть не по остаточному, а осознанно выбирать. И, наверное, учиться честно, чтобы были знания, чтобы, когда они придут в школу работать, чтобы были настоящие знания. Все говорят, вот сегодня у нас выпускники плохо учатся, у них знаний нет и так далее, и так далее. А если они по-настоящему будут учиться, будут знать тот или иной предмет, который они будут преподавать детям, тогда только у них все получится. А если учитель математики не будет знать математику, конечно же, ничего не получится. Но вот именно профессиональные знания. И по-настоящему учиться пять лет. В свой профессиональный праздник, в День Учителя, что вы своим коллегам пожелаете? В День Учителя я бы хотела поздравить все педагогическое сообщество Карачаева-Черкесии, пожелать всем здоровья, благополучия и мирного неба. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе накануне Дня Учителя этого светлого, хорошего праздника. Я желаю вам успехов в работе, здоровья, терпения. И спасибо, что были гости нашей программы. Спасибо вам. Спасибо.